Это вот Артем и... Видишь, все готово. Ты просто подключись. И чуть поднаправь. Если Zoteka пытаются сэкономить тысячу рублей и потерять две недели, то нужно направить просто и все. Не нужно экономить тысячу рублей. Трафика такого, как вот они разогрались. Понимаешь, нужен танк. Они купили гараж, не купив машину. Ладно, но собрать машину нужен танк. Заказывают аэрографию, дизайн. Местал и Сваровский выбирают на танк. Когда время жизни танка приходило 30 минут. Другие критерии, понимаешь? Угу. Они ушли в такие детали, шлифуют, которые на крайний саботаж. Потому что это можно вечно делать. 18-е, 24-е, 6 дней. Чего? Месяц, Миша. Месяц? Ну и шо? 5 декабря. Голова не работает. У меня уже сознание спать. Больше месяца, да. Месяц и неделя. Пять недель. Нужно до. Это просто крайний срок. Я сделаю ролик один, еще один. И презентую сайт. Хочу так. На день рождения, товарищ Сталина. На первое контрнаступление московское. На пребывание дня. Рождество. Типа, католическое. Скажем так. Они восстанавливают слуги, восстанавливают Бога, потому что у них есть завет. Они по завету эту делают. Они могут это делать, потому что это его воля. И перед тем, как его разобрали и убили, он знал, что это будет, и оставил им как завет, чтобы они его воскресили. Вот. Отлично. Не знаю, просто услышала и ждала, пока вы поговорите. Умничка. Вот теперь нужно решить, что с этим делать. Твоя идея. Все правильно делать, разбирать дальше. Ну, с ними что делать? Они... Они... Они-то все правильно делают. Уходишь с дубинкой бегать за каждым? Хорошо. Миша. Их хотадать от нашей вселенной. Они же хотят с Пусьей в другую вселенную. С ихним Богом. Они не хотят уходить. Они хотят, чтобы все другие ушли. Они тут останутся. Миша. Завязывай с сайтом. Твоя версия, что делать с этими восстановителями. Другой. Разорвать на куски. Какие вы все правы жадные. Давайте с ним поговорим. Да, давайте. Все трое чувствуем этих восстановителей и показываем первые коды нашей вселенной. Типа, ну, Бог-то уже есть, что с ним делать. Спросите. Ну, я думаю, что он не истинный. Тима, что твои говорят? Они своими лапками как-то отменят гаражоваться и все. Мона. Тот, который их более могущественен и более властный какой-то, имеет больше власти, может больше дать. Ну, просто чуть более мертвый. Спросите, а почему он более мертвый тогда, раз он более властный? Он знал это и предвидел. Он это как перерождение какое-то, как притягивание, перетягивание другой силы на себя. И тогда уже никто и никогда не сможет ему запретить владычество быть. Фух. А если сейчас он есть, а вдруг этот Бог уже возродился? Покажи на меня. А, вот именно тебя они и хотят в него переработить. Должно быть слияние двух в одно. Ну, скажи, уже произошло. Все, я забрал в себя. Просто они неправильно поняли. Нет, не так должно быть. Они должны делать по тому принципу, каким было рассказано. Если ты забрал, так это неправильно. Это как левая и правая, понимаешь? Ну, вот. Теперь едино. Попереставь их. У них левая и справа поменялась. То есть, как... Да, 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 да. А так делают и уже сделали, но это я получился. А их переставь вот так. Это уже произошло. Как толчок в правую. Полужопе я получил. Я поняла, но идет такое, как знаешь, как неприемлемая ситуация, как не могут они... Пусть у них будет, мягко говоря, когнитивный диссонанс, я готовую и делаю. Потому что они падают как-то и... И вот что сейчас происходит? Они хотят сделать, а это уже сделано. И против правил, против их сделано, не так, как они этого хотели. Конечно, как это уже сделано, да, мы сыграем на это решение. Не только что они могут накладывать. Вот смотри, они делают, делают результат раз, и наложенными. Я уже есть результат, и все, что они делают, теперь идет усиление меня. Красота же. Они продолжают служить и истинному Богу, живому. Но я не вижу такого идея. Я вижу, если они начинают тебя накачивать энергией, блин, это шланг отлетает от тебя. Ты понимаешь? Так, что не идет. Не идет. Что не идет? Шланг отлетает. Накачивают, либо которым скачивают? Которым должны накачивать, по идее. Но вот не проходит почему-то. Если тебя переставить или их переставить, все равно не получается. Я не вижу, почему. А не надо переставлять. Вот они накачивают теперь, смотри. Смотри, они накачивают. Вот, условно говоря, идет поток энергии, да, от них к тебе. Но он не идет. Вот что-то бам. Смотри, они скачивают с меня. Туда. А там тоже я. А вот как. И они по кругу гоняют усиливая, гармонизируя вселенную. Потому что там тоже я, его же нет. И во мне его свойства. Я там тоже прекрасно себя чувствую. Смотри, вот они пишут в чате, что в принципе они на конструкторе создали, но привязка собственного домена стоит от 1000 евро. Что значит привязка? Мы же их уже купили. Домен есть. А привязать его к сайту нужно купить лицензию на движок. Лицензия на движок от 1000 евро. В другом случае это просто обычный редирект. Что значит редирект? Телеграма. Давай позанимаемся делом, потом обсудим эти детали уже без никаких. Без никого. Хорошо. Когда я пойму ситуацию, я заплачу. Это мне вопрос. Хер с ним. Вопрос. Нужно ли это? Вот. Это я говорю, когда пойму. Если пойму, что нужно. Потом просчитаю. Сейчас я другое просчитываю. Вот они все вкачивают из меня. Думаю, что вкачивают красный черт. А я тоже есть красный черт. Смотри, свойства-то мои. Через какое время они, мягко говоря, замучаются? Снять энергию по кругу. Что с ними происходит? Они не являются участниками процесса. Процесс зациклен на вас двоих. На тебе том и тебе этом. Вот и все. Они никакие оттуда ничего не получают. Ну и вопрос, когда они заебутся в конец. Качать, гонять. Ну, грубо говоря, сдохнут от голода, потому что нифига не получать не будет. Все, это и цель. И подключиться они не могут, потому что я, это созидание гармонии, и когда они начинают. Я им дарю, значит, что-то нужно, чтобы принять, нужно вовлечься в гармонию. Он наш, жить по законам нашей вселенной, уже не могут. И от того не получают, потому что его уже нет. Они пытаются перераспределить, наполнять, а там снова мне уходят. Разрушением тоже я являюсь. Сейчас уже. Концы-то забрал. Это все нужно зафиксировать. И их всех показать судье. Чтобы самим не бегать, и чтобы судья вот эти вот потоки охранял. И меня тоже. Всякие, кто меня пытается вампирить. Это поднятие, судьи и милиционерам. Чего улыбаешься? Не, не, ничего. У них в голове сейчас пусто-пусто, они не знают, что делать. Это была какая-то надежда, а сейчас... Там Витя так... Помню. Сатанисты крутые, у которых куча бабок, которые считают, что они весь мир вертели на органы. Не знаю, что делать. Даже надежды нет. Потеряно. Чего это так? Печалька. Нет-нет, я улыбаюсь, потому что я смотрю, что там судья пишет. Все нормальные. Судья что пишет? Ну, приговор. Кому можно тебя вампирить, кому нельзя. Да, пусть. Я понял тебя, да. Ну, я не хотела говорить, ты там спрашиваешь. Тебе все можно, Моно. Сначала. Начнем с этого. Я покраснела прям, ну вот зачем ты. Ребят, я вам домой клюдаю. Так ты уже едешь, да? Все, давай. Кто о чем? Ты смотри, ничего, он другим выписывает. А, другим все выписывает. Я смотрела, чтобы зафиксировал, чтобы тебя не вампирит. Какая-то, ладно. Ничего себе, ладно. Когда вот я разрешил вампирис, мари? Ты понимаешь, там как было? Там пока ты отдыхал в этом ящике, условно говоря, отдыхал. На твоем же месте кто-то сидел? Так, а я причем? Я-то когда разрешил? А вот когда ты лежал, тогда твоими именями пользовались. Тогда и был создан вот эта вот программа Христа. То есть она, получается, даже не в одной Вселенной? Я так вижу, что она была как разработана там. Применялась ли она в тех трех? Вторая, где вой дали, наша, и та, которая перед ней была. Это я пока не смотрю. Я только вижу, что разрабатывалась в тот момент. Идет сильный отток, когда я погружаюсь в предыдущую Вселенную. Уже было. Там. Да. Да. Она подобная до человеческой. Там тоже люди. Да, я помню. Я когда-то рассказывала тебе о ней. Только я почему-то думала, что это было в этой Вселенной. Это было в той Вселенной бой огромный. Да. Да. Я посмотрела на бой, но не посмотрела на Вселенную. Бой тоже видит некоторый. Большой был бой на планете. Огромный, да. Тоже приманили. Было. Да. Большой бой. Там такое впечатление, что та планета пополам лопалась. Ну, не пополам лопалась, но разрушения огромные были. Но, тем не менее, приманили еще. Модифицированные полки прям. Была реальная битва людей с насекомыми. Реальная битва, да. Это еще было в теле насекомых и в теле людей, да. А у меня мозг закоял очередной раз. Не знаю, что такое протоплазма. Какой-то протоплазмой стреляли. Что за фигня? Они, либо мы? Идет они. У нас была какая-то система защиты. По-другому это было. Как зонд какой-то. Я не знаю, какой зонд. Вот так натянутый. С одной стороны и с другой стороны планеты. Только земля была похожа, как глина, знаешь. Не черная, как у нас, а как глина какая-то. Красная, что ли. Вот что-то такое было. Тоже уже один раз выжженная и восстановленная. Возможно. Ну смотри, как планета была модифицирована под ловушку тоже для нее. Да, там были специальные устройства вокруг этой планеты для того, как раздражали ее или вызывали. Ну как и электро. Звездные крепости наши, да. Да, да. Они ее как притягивали, приманивали. Они общение с Роем, все телепатически сбивали ей. Как звуком. Она не могла не прийти, потому что она как орет. Она типа спать не могла. Отличное ощущение. Вот Рой пришел. Злые очень. Такое впечатление. Я не знаю, какие эмоции там еще ими владели. Но я чувствую, что очень злые. Такие, как знаешь, после трех бессонных ночей очень злобные. Ну, спать не могли, вот да. Да, 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 да. И это тоже в игре StarCraft отлично прописано. Отлично. Документально. Я не смотрела ни одной игры. Про этого Менска, который сделал ловушки для нее. И чуть не поймала ее, но она там убежала. Документальная игра. Кроме истории. Как и Doom. Все документальное. Просто на разных уровнях, мне кажется, что это разное. Только тогда разбили. Да. Это вселенная рядом с нашей, вообще недалеко. И те, которые там погибли, они перебросили их сюда. Они начали продолжать. Души сюда, как волной. Вот, знаешь, взрыв огромный. И их волной сюда перебросила на эту землю. Многие войны еще здесь. Да. Они все вспомнились. Я не знаю, что я там делала. Но я там была женщина, платье такое красивое. Вижу вот эти взрывы. Дома какие-то, но не так, как у нас дома-кирпичи, а большие такие вот камни. Взрывы здесь могут быть. И здесь были камни и прочие. Здесь то же самое. Только битвы большой не было. Они умнее, они лучами с... Там огромная битва была. Это как апокалипсис, знаешь, как рисуют. Ну, все небо красное, куча вот этих вот разных-разных, там, сигары, вот это все, вот не знаю, как оно называется. И оттуда идут просто взрывы сумасшедшие. А потом такой трюх, и все выгорело обратно. И планета напополаме, и души туда. Уже людей не осталось, они как сгорели в полете. Вот знаешь, как были, вот человеческое тело, допустим, было. И в одно мгновение я только вот душу куда-то отбросила. А от тела ничего не осталось. Ядерный взрыв. Не знаю, что это. Вот вижу и говорю. Я как чукча, что вижу, а там поеду. Все правильно. А смотри отличие тех ядерных взрывов от нынешних. Когда здесь, на этой планете, на Земле, были взрывы. Да, были взрывы. Что-то происходило. А они так же сгорали. Здесь души сгорали, а там откидывались. Да, да. А сейчас как-то изменились. Она изменилась на уничтожение душ, чтобы их больше не уходить. Да, да. Там откидывались просто. Их как перебрасывало через пленку, через Вселенную. И жужухи, и все. Там обычная смерть, и они шли туда, где дальше воевать. Да. И чтобы это уничтожить, здесь она как-то изменила энергетику взрывов. Да, души начали исчезать. Просто она их уничтожала, сгорала. Да, те, которые, что люди исчезали, там и души исчезали. Но те, которые просто поврежденные, тем ничего такого не было. Я от вас отключусь, наверное. Здесь Артем на связь вышел, и мне с ним перегорить надо. Да, мне с ним перегорить надо. Артем на связь.